Согласно исследователям из Испании и Великобритании, полный отказ от завтрака наравне с завтраком вне дома негативно сказывается на психосоциальном здоровье детей до 14 лет. Кроме того, авторы работы определили, какие продукты лучше всего подходят детям для утреннего приема пищи, чтобы минимизировать вероятность возникновения проблем с психологическим здоровьем. Хотя общепринятого определения психосоциального здоровья сегодня не существует, в это понятие принято включать целый набор характеристик, среди которых самооценка, настроение, наличие аффективных расстройств, при этом аффективные расстройства, такие как тревожность, депрессия, биполярное расстройство и другие, считаются ведущими причинами болезненных состояний и инвалидности среди детей и подростков по всему виру, ведь их основы закладываются именно в этом возрасте. Исследователи обнаружили, что завтрак вне дома почти так же вреден, как полное отсутствие приема пищи с утра. Ученые связывают это с тем, что зачастую еда вне дома менее питательна и здорова, чем домашняя еда. Результаты опроса также позволили определить, какой набор продуктов, потребляемых с утра, связан с наименьшей вероятностью возникновения поведенческих проблем. Так точно стоит включить в утренний рацион кофе, молоко, чай, шоколад, какао, йогурт, хлеб, хлопьи и выпечку. В то же время отказ от яиц сыра и ветчины, наоборот, позволил снизить вероятность развития проблем с психосоциальным здоровьем. Но это что касается психологического состояния. Что же говорят врачи о завтраке? Давайте разбираться. На студии Олеся Полтавченко, педиатр, детский гастроэнтеролог, детский аллерголог, иммунолог. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, завтрак. Завтрак – это приятно, но вот с точки зрения здоровья, завтрак для ребенка почему необходим? Необходимость завтрака для детей особенно. Нужен он для восполнения энергии, которую ребенок тратит на учебу, на занятия спортом, на его рост. Это тоже нужно. И он должен восполняться всеми приемами пищи, просто завтрак считается таким первым кирпичиком в рационе. То есть мы просыпаемся, для запуска организма нам нужно и попить, и поесть. Ну, знаете, бывает часто, что вот родители сами не завтракают, и точно так же они вот это вот все на своих детей переносят. Ну, вот я не завтракаю, все нормально, целый день активный, и все со мной хорошо. Ну, и ребенок может не поесть, тем более, если он не сильно хочет. Вот если нет завтрака у ребенка, вот перед школой, допустим, чем это чревато? Отсутствие завтрака у детей чревато тем, что, во-первых, в этом повышается уровень стресса. Ребенок хуже может усваивать программу просто потому, что ему мозгу нет питания. То есть, как бы та самая глюкоза, которая нужна, она добывается из продуктов. То есть ребенок может быть вялый, уставший, капризный, более такой на стрессе, скажем так. Плюс может замедляться рост основной. Может быть проблема с лишним весом. То есть ребенок где-то восполнит, скорее всего, это будет ужин, потому что это самый спокойный прием пищи. Мы дома, около холодильника, нам прекрасно. Вот. Повышается риск развития сахарного диабета во взрослом состоянии. Повышается риск развития патологии желудочно-кишечного тракта. Гастриты, проблемы с желчооттоком. Все будет потихонечку тянуться. Да, оно просто пойдет дальше во взрослое состояние. Сначала это подростки поймут часть проблем своего непитания по утрам. Затем взрослое. То есть родители не должны переносить свой уровень жизни на ребенка. Если вам это не нравится, вы не привыкли, вам это невкусно, это не значит, что ребенок того же мнения. То есть привычка завтрака формируется в семье. Кажется, что сейчас наши телезрители уже отбросили все вопросы насчет завтрака. Стоя у плиты, они хотят задать вопрос, каким должен быть завтрак и с чем он должен состоять. Завтрак должен быть полноценным. То есть мы должны обеспечить запас углеводов. Это сложные углеводы, желательно это крупы, это может быть цельнозерновой хлеб. То есть то, что долго распадается на ту самую глюкозу, дает дольше энергии. Например, до обеда. Это должен быть белок в любом виде, который усваивает ребенок. То есть мы помним, что аллергики у нас тоже есть, поэтому не надо во всех пихать молочку и яйца, то есть если мы это не переносим. Но это может быть кисломолочные продукты, это может быть сыр, это может быть яйцо, это могут быть орехи. В принципе. То есть для любителей плотно завтракать никто не запрещает съесть что-то мясное. Есть у нас и такие, которые готовы завтракать котлетами. А что нельзя? Прекрасно. От противного идем. Что нельзя? Простые углеводы это сахара. Готовые завтраки, каши быстрого приготовления, они пустые. То есть много углеводистого компонента, который прогорит буквально за несколько часов, за час-два. Бесполезно получается. То есть нам не нужно завтракать только, например, монопродуктом. Это фрукты, это только каша, ее может кому-то не хватить без булковой фракции. Это напитки, то есть попить чай, кофе, какао – это не еда. Это сладкие напитки, соки, какие-то молочные коктейли, которые дают маленьким детям очень часто. То есть это неполноценно и даже вредно, потому что начинает скакать уровень сахара. Кстати говоря, вот про монопродукты и завтраки из монопродуктов бытует мнение. Многие, что вот яйца – это вот такой вот суперфуд, надо каждое утро вот завтракать яйцами. Просто слопал там яичницу из трех яиц, завтра омлет из трех яиц, потом еще что-нибудь, болтуни из трех яиц, а потом кукаре, конечно. Не к этому вопросу. То есть полезно ли есть яйца каждый день? Ну, вообще можно съедать одно яйцо каждый день, если у нас нет никаких проблем с желудочно-кишечным трактом, либо с аллергией вообще в семье в том числе. Но оно должно быть чем-то восполнено. То есть, чтобы проработать белок, нам нужна клетчатка, для чего мы к ней пристаем. Это фрукт, это овощ. И плюс углеводы, они дадут вот эту энергию. Из белка, к сожалению, он медленный. Его переварить нужно долго, и, соответственно, ребенок может все равно себя чувствовать вроде бы сытый, но вялый. То есть вот эти все прелести белковых диет, кето-диет, то есть они достаточно энергозатратные, потому что переварить нужно очень много. Но отдачи вам никакой не будет. Можно ли как-то проверить здоровье ребенка, есть ли у него какие-то проблемы, чтобы уже знать, что делать, каким завтраком точно можно кормить, каким нельзя? Рутинные обследования, то есть ежегодные осмотры, они должны проходить. То есть клинические анализы крови, можно смотреть биохимические показатели, как работает наша система и желчоотведения. Это УЗИ брюшной полости для того, чтобы смотреть анатомически, как у нас орган сформирован, нет ли каких-то физиологических проблем, перегибов, осадков. То есть склонности к тому, что у нас орган работает не в полную силу, когда ребенку, например, нужна какая-то спецдиета. Если есть предпосылки, что после употребления некоторых продуктов становится плохо, это может быть тошнода, рвота, высыпание, то есть какие-то дискомфорты со стороны глаз, носа, насморки, кашля, мы проверяемся на аллергены. Но это не самостоятельно, пошли и сдали. Вот то, что нам взбрело в голову. Это через специалиста. Также гастрообследование через специалиста, потому что набор для каждого ребенка свой. Не надо его тащить на ФГДС просто потому, что вам там что-то показалось. Есть и такое. И, к сожалению, приходят с полным набором, огромными папками, по факту бесполезных обследований, потому что кому-то что-то показалось. Ну и, кстати говоря, если вы чувствуете необходимость, то все те самые обследования, которые только что были перечислены, можно пройти и во взрослом возрасте. Ну, опять-таки, по совету вашего лечащего врача. Спасибо вам огромное. У нас в студии была Олеся Полтавченко, педиатр, детский гастроэнтеролог, детский аллерголог, иммунолог.